Привет всем, кто смотрит мой канал. Меня зовут Марина. И сегодня я открываю рубрику «Советы визажиста». И начнем мы с того, как подобрать правильно тональную основу. Мы определимся с текстурами, с тоном, с подтоном основ. И начнем с того, что мы определяем для себя, для какой цели мы покупаем себе тональную основу. Для того, чтобы выровнять тон лица, или же для того, чтобы скрыть какие-то несовершенства. Начнем, наверное, с сухой кожи. Если у вас сухая кожа, без никаких совершенств, тогда мы покупаем такую основу, которая будет очень легкой, полупрозрачной. То есть, это может быть флюид. Не обращайте внимания на марку, я просто на этих тональных основах работаю. И марку можно выбрать любую. Сейчас очень много и в люксе, и в масс-маркете продуктов есть с чего выбрать. Поэтому покупаем флюидик. Либо же CC-крем, либо BB-крем. То есть, очень легкий. Почему флюид? Потому что он легкий, он полупрозрачный. Он не будет выглядеть на вас маской, если вы правильно подберете себе тон. И он выглядит естественно. Он придает свежести вашему лицу, не перегружая его. Если у вас жирная кожа, то здесь я советую тональные основы, которые имеют и, кстати, для сухой кожи с увлажняющим эффектом, ухаживающий с увлажняющим эффектом, который не только будет выравнивать тон, но плюс еще будет ухаживать за вашей кожей на лице. Что касается жирной кожи, здесь я советую использовать тональные основы, которые будут держать под контролем вашу жирность. Это может быть вот сэбум-контроль. То есть, если вам нужно постараться выбрать такой тональный крем, чтобы максимально долго держал вашу жирность под контролем. Если же тональный крем не справляется с этим, то можно воспользоваться матирующими салфетками, чтобы не наслаивать. Летом не хочется вот этой многослойности тональный крем, пудра. Либо же все-таки в конце, если уже некуда деваться, воспользоваться прозрачной транспарантной пудрой, вуалькой такой, чтобы как бы заматировать лицо. Дальше. Дальше я расскажу вам о возрастной коже. Для возрастной кожи я также советую использовать очень легкие тональные основы, также флюидики, но уже с лифтинг эффектом, которые... Это также у меня есть в марке Паэзе. Она визуально выравнивает тон лица, убирает, скрывает все морщинки, пигментные пятна и тому подобное. Тональные основы для возрастной, ну, лифтинг, да, они могут быть с такими светоотражающими частичками, которые, как бы их не видно на лице, но они при свете вот дают такой эффект ухоженной молодой кожи. Если у вас кожа, допустим, имеет там прыщики, пигментные пятна, какие-то несовершенства, шрамики, опять-таки не нужно покупать замазки на лицо, а также использовать как можно легче тональные основы, но воспользоваться просто-напросто корректором или консервером, они для этого и созданы. Поэтому, если все-таки, ну, я считаю, все-таки в арсенале у каждой женщины должны быть тональные основы, с которыми вы будете выглядеть безупречно, потому что, ну, существуют разные там выходы, да, куда-нибудь, когда вы должны выглядеть на 100%, и все-таки тональная основа, которая будет прям зашлифовать ваше лицо, тоже нужна, но в основном они все плотные. Это может быть тональные основы Estee Lauder, там, как бы, хорошие тональные основы, именно плотные. Из бюджетной марки я могу вам посоветовать Dermacol, но там тоже нужно выбирать, не каждый там крем именно вот такой хороший. Там есть тональный крем с коэнзимом, и он не только, как бы, зашлифовывает ваше лицо, у вас лицо получается вообще без никаких несовершенств, вот, то есть такое ухоженное, холеное лицо, но при этом, конечно, ощущается вот эта вот масочка на лице, хотя ее так визуально не видно. Но этот тональный крем также и ухаживает, то есть после него, это я давно когда-то покупала, еще даже не знала, что к чему, что это за тональная крема. Они ухаживают лицо после этого тонального крема, очень такое хорошее, гладенькое. Но это потом, если я себе приобрету его, обязательно вам покажу. Что касается текстуры, я вам рассказала, что касается подтона, то есть если у вас серое лицо, я вот недавно читала, что нужна основа с розово-персиковым оттенком, я тут не согласна, потому что, ну, розовый цвет, вообще тональная основа с розовым подтоном мне не нравится, ну, вообще не нравится. Они как-то старят человека, не знаю, может я чего-то не понимаю, но мне это не нравится. Я советую использовать либо же нейтральный оттенок, либо же, если у вас с серым подтоном кожа, с желтоватым подтоном, и если у вас там розовый подтон, тоже желтоватый, чтобы перекрыть вот эту вот розовинку, потому что если вы возьмете тональную основу с розовым подтоном, вы подчеркнете еще больше розовость вашего лица, и это будет выглядеть опять-таки некрасиво. То есть, либо же нейтральный оттенок, либо же с желтоватым подтоном. Я не говорю о желтом подтоне, не поймите меня неправильно, а именно с немножко таким вот желтоватым подтоном. Но это нужно показывать на примере. К сожалению, у меня эти тональные основы все в оттенке порцелян. Ну да, порцелян, но здесь вот 100, а здесь 400. Ну, то есть, они все равно имеют желтоватый подтон. То есть, как бы, и это для русских девочек самый подходящий подтон, по моим таким наблюдениям. Если у вас кожа склонная к красноте, то я советую использовать для того, чтобы выровнять тон, есть, существуют базы вообще-то, и они есть разных оттенков. Для красного лица есть базы с зеленоватым подтоном. Для серого есть там фиолетовые с голубым подтоном. Ну-ка, на любой вкус найдется база. Поэтому именно тональную основу можно выбирать, я опять повторюсь, либо нейтральную, либо с желтоватым подтоном. А от базы уже вы выбираете для себя, что вам нужно красноту убрать, либо же серость убрать, либо же там еще что-нибудь убрать. Сказала об этом я. Все, по-моему, я все быстренько рассказала. Если вам было полезно, ставьте пальчики вверх. Пишите мне в комментариях, согласны со мной, не согласны. Напишите, что вы хотите, на какую тему вы еще бы хотели, чтобы я вам сняла видео. И пишите мне либо под видео, либо в инстаграм. Подписывайтесь обязательно. До новых встреч. Увидимся. Пока.